Армения и Китай обсуждают возможности укрепления сотрудничества в области прав человека-вопросы, связанные с развитием армяно-китайского сотрудничества в области прав человека для достижения. Прогрессы в урегулировании существующих в Армении отраслевых проблем были в центре обсуждений между председателем постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросом Нарата Гуи. Товмасян и послом Китая в Рафань Юном, как сообщила сама Товмасян, она поздравила посла в связи с переизбранием Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. В то же время я выразила благодарность за поддержку армянскому народу. Я подчеркнула наличие не только экономической, но и цивилизационной составляющей сотрудничества, готовность к контактам в гуманитарных вопросах. Я также предложила организовать обучение китайскому языку, особенно в областях РА, которые нуждаются в нашем внимании больше, чем когда-либо, сообщила Товмасян. В свою очередь Фань Юн коснулся шагов по преодолению бедности в Китае, в результате которых достигнут ощутимый прогресс в вопросах защиты прав человека. Произошла модернизация, мы учли опыт разных стран, но пошли по китайскому пути. И мы готовы поделиться нашим опытом с армянской стороной В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем. Китай рядом с армянским народом, всегда с готовностью реагировал на нужды армянского народа, и будет рад оказать необходимую помощь, подытожил посол Китая.